В современном мире средства персональной мобильности создали и заняли собственную нишу. Прошлой осенью водители электрогаджетов приравняли к статусу пешеходов. Если раньше человек без прав мог обзавестись простым велосипедом, то сейчас разновидностей подобных аппаратов хватит, чтобы не заскучать. Это и моноколесо с гироскутером, и различных комплектаций самокаты. И как бы они не упрощали жизнь любителям адреналина, у всего есть обратная сторона медали. Самым опасным данной ситуацией является именно электросамокат, особенно который с малыми колесами. Он ездит бесшумно. Молодые люди, которые пользуются этим, развивают достаточно высокую скорость. Соответственно, они могут не успеть ни затормозить, ни объехать. Разбивают просто пешеходов. Такие случаи уже происходили, которых приходится потом лечить. Существуют элементарные правила, соблюдая которые, человек не только обеспечит свою безопасность, но и других участников дорожного движения. Никаких резких движений и лишних забот на ходу. Только водитель и дорога. Взять во внимание время суток и погодные условия тоже обязательно. За 8 месяцев этого года в Бобруйске произошло 18 аварий. В 11 пострадали пешеходы. Пересечение проезжей части дороги на средстве персональной мобильности должно осуществляться по велосипедному переезду или велосипедной дорожке. В случае отсутствия данных элементов по пешеходному переходу. При этом заблаговременно снизив скорость движения, убедившись в безопасности и двигаясь со скоростью идущего шагом пешехода. Ситуация со средствами персональной мобильности на первый взгляд может показаться пустяком. Однако все не так просто. В Минске, например, существует тестовая система по контролю скорости непосредственно внутри самокатов. Это позволит немного усмирить гонщиков и обезопасить улицы от двухколесных. Профилактика касается лихачей напрямую. Никто не отменял правила безопасности на дороге, как и человеческое взаимоуважение. В последнее время электросамокаты заполонили улицы нашего города. К сожалению, не все соблюдают правила дорожного движения и технику безопасности, что, несомненно, повышает шанс попасть в ДТП. На этот случай рекомендуется соблюдать скоростной режим, носить шлем и быть бдительным. По всему миру существуют методы по профилактике и борьбе с модным передвижением. В Торонто вовсе запрещено ездить на электросамокатах. Во Франции народ голосовал за избавление их в целом. В Риме поступило распоряжение уменьшить количество шеринговых фирм. В Австралии тем временем введено ограничение на скорость максимум 15 км в час. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.